Ну что ж, очередной информационный повод. С утра мою почту засыпали сообщениями. Некоторые прямо со слезами, видимо, на глазах. Это по тону слышно. Некоторые с угрозами. Один даже написал в комментариях «Хватит молчать». Вы думаете, это что-то связано с изменением Российской Конституции или, там, я не знаю, с новым заявлением Дональда Трампа, что коронавирус нужно лечить тем, чтобы принимать моющие средства вовнутрь? То, что повергло в шок американских врачей? Не-не, повод совсем другой. Повод ужасающий. Российского оппозиционного блогера Петра Баталова запрессовали в конец. Я вам даже боюсь сообщить подробности. С его карты сняли деньги. Вы представляете, что творится в России? Это же, это действительно стоит обсудить. И поверьте, сегодня, ну, минимум человек 20-30 обязательно выскажется в духе «Мы с тобой, братишка! Один за всех и все за одного!» и тому подобное. Я подумал, да. Очередное подтверждение YouTube в качестве информационной помойки находит наглядное подтверждение. Прежде чем я начну свой, наверное, длинный разговор, я прошу дураков и дебилов уйти с этого ролика. Это точно не для вас. Зайдите на ленту, забивайте там имя Петра Баталова и собирайте слезные ролики всех этих информационных баранов, которые сейчас будут блеить один за одним. Мы с тобой, Петя. Я призываю остаться только адекватную публику, взрослую публику, которых непросто развести на мякине, как говорится, и кому невозможно какую-то шнягу просто так взять и скормить. Вот этих людей я призываю остаться сейчас на ролике. Заранее извиняюсь, что видеоряд будет не слишком разнообразный. Для того, чтобы как можно быстрее смонтировать ролик, я видеорядом особо заморачиваться не буду. Для этих самых людей, я думаю, что даже напоминать не стоит, но я все-таки напомню некоторые имена. Анна Политковская, известная российская журналистка, была убита около подъезда своего дома. Сначала ее отравили, этого оказалось недостаточно, затем ее застрелили безжалостно в день ее рождения. Напишите в комментариях, пожалуйста, этому первый вопрос. Сколько статей Анны Политковской вы прочитали до момента, когда вы узнали, что ее убили? Вот только честно, как говорит молодежь по чесноку. Ну, я почти уверен, что процентов 98 признаются, что никогда никаких статей Анны Политковской или книг ее не читали. Она была известна в журналистских кругах, но до громкого убийства о ней фактически никто ничего не знал. К этому же числу можно прибавить другого журналиста Щекочехина, который также в результате своих расследований и деятельностей был отравлен до смерти. И еще менее известное имя Максим Бородин, жизнь которого закончилась после того, как он начал вести расследование ОЧВК Вагнера. Его просто взяли и выкинули с пятого этажа. Вот так быстро, мгновенно закончилась жизнь вот этого молодого парня, российского журналиста. Это журналисты, статьи, книги, расследования которых от силы, если читало 100 тысяч человек, то можно сказать, что это их персональная победа. А Петра Баталова, например, или любого сейчас крупного российского блогера, работающего, так сказать, в теме критики путинского режима, их смотрят миллионы. То есть Анне Политковской мечтать о такой аудитории. Я еще раз говорю, они мечтали, если их статью 100 тысяч человек прочитало. И вот тут такая история. Российский блогер Петр Баталов, который три года спокойно чувствует себя на YouTube, говорит на любые темы, просто создал себе амплуа такого артистичного, комичного актера. Я всегда воспринимаю его и воспринимаю теперь особенно как актера, который строит своего рода актерскую карьеру себе на YouTube. Не было никаких проблем. Три года все, знаете ли, нормально, все замечательно, ни у кого никаких претензий. И тут, ты понимаете, весной 2020 года, видимо, лопнуло терпение путинского режима. И они решили наказать Петра Баталова. Это вам не дело в сети, когда 11 парней в Пензенской области просто посадили на сроки там от 6 до 20 лет. Нет, нет, они решили его наказать особо жестоким образом. То есть взяли и нагло сняли 205 тысяч рублей с его карточки. И посмотрите, какие извращенцы не только 205 рублей сняли с его карты, еще и с карты его девушки сняли все деньги, какие у нее были. Это вот можно сравнить, как вот человека мучают, отрезая, значит, по пальцу. Вот я думаю, с Баталовым решили расправиться. Начали с карточки его девушки. А это, вы понимаете, еще больнее, чем там мизинцы какие-то отрезать. Или там, не знаю, 20 лет тюрьмы. А здесь говняки издалека начали. Это с карты девушки, понимаете. Все очень-очень серьезно. Ну, для тех, кто, если вдруг еще вы не знаете детали этой страшной истории, я вам ее в двух словах расскажу. Вы можете, конечно, пройти на канал, посмотреть. Там Петр Баталов. Все очень неубедительно. Я хочу сказать, это была худшая его роль за все время, которое я слышал. Как человек, разбирающийся в психологии, я могу сразу вам сказать, что он врет. Это видно и по движению глаз, и по движению головы, и то, как он это преподносит. Вот, сев в машину, я начал успокаивать девушку, которая просто ревела на трыск. Вот, я ей пообещал, что во всем разберусь. Что я решил отвезти ее к ее маме, чтобы она успокоилась, чтобы она не думала об этом. Я, правда, сам тоже немножко-то эмоционально подсел. Потому что никогда не был в такой ситуации, и как мишком по голове. Вот, я принял решение отвезти ее к маме, как-то успокоил. Мы доехали, я ее там оставил. Сказал, чтобы не переживала, что все будет нормально. Нарисовали долг в 256 тысяч рублей за неоплату ЖКХ. Как я уже позже сегодня начал разбираться, якобы какие-то прошлые мифические владельцы квартиры не платили. И внезапно это все вылезло именно... Врет наглым образом, но история, значит, такова. Он со своей девушкой хочет заправить машину. И вдруг оказывается, значит, на заправке. Они выясняют оба, что заправиться заплатить карточкой он не может, потому что все деньги, значит, у него сняты. В этот момент девушка хочет его выручить, она вытаскивает свою карточку, и о кошмар, ее карточка тоже заблокирована. Ее карточка заблокирована тем, что на нее навесили какой-то кредит. А его карточка заблокирована потому, что у него какие-то задолженности ЖКХ, которые, конечно же, не он делал, а это владелица квартиры, в которую он въехал, это вот она там где-то задолжала, узнав, что у него нет денег на карте. У нее нет денег на карте. Вдруг они обнаруживают, что наличка у них в кармане все-таки есть. Она там каким-то образом появляется. Сначала они ее не заметили, потом они ее все-таки обнаружили. Расплатились, все хорошо, он возвращается домой. И вот тут как раз продолжение страшной истории. Возвращаясь домой на дверях своего дома, он видит черную метку. Вот такую страшную надпись. Посмотрите. Написано. Нацарапано. Карандашом не надо так. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Я просто наспех схватил рюкзак, запихал какие-то вещи, по-быстрому собрался, выбежал из квартиры. Это очень неприятное ощущение, понимание того, что кто-то за тобой следит, мониторит, угрожает твоим близким. Это вам не решение судебных приставов. Нет. Это какая-то писюлька, написанная, наверное, соседским ребенком. Но на Петра Баталова она таким образом действует, что от страха у него стынет кровь в жилах. И он скрывается у своего друга, ночует там. И с утра, значит, идет решать свои проблемы, понятное дело. Не в суд, естественно, где и положено решать свои финансовые вопросы. А куда? В YouTube, понятное дело. Все проблемы нужно решать в YouTube. Потому что то, что происходит в жизни с блогерами, об этом должны знать все. Это непременное условие для того, чтобы, так сказать, стать почти членом вашей семьи. Есть еще одна интересная деталь. И здесь я объясню, что постоянно говоря о своей девушке, Петя, к сожалению, буквально не просто расшитую белыми нитками и предоставляет нам историю, а такую, знаете, расшитую белыми нитками и еще такими красивыми красными зигзагами. Так вот, девушка, девушка, не Петя, девушка получает на ее телефон, на ее WhatsApp ужасающее упреждение. Металлическим голосом человек сообщает следующее. Мне позвонила девушка, снова, блядь, все в слезах, просто ревящая на дрыск. Ей скинули WhatsApp сообщение с каким-то голосом роботизированным о том, что, ну, с угрозами. Я сейчас их выведу, поставлю. Можете послушать. На репите. Вот, и девушка просто, ну, очень сильно, еще больше запереживала. «Остановите антигосударственную деятельность. В противном случае ваши потери будут не только финансовыми». Поняв, что кто-то мониторит, кто-то пасет меня, — Услышав это, я подумал, а кто эта известная блогерша, девушка Петра Баталова? Ну, если ее предупреждают в том, чтобы она прекратила свою антигосударственную деятельность, ну, наверное, она чем-то таким заметным занимается, может, у нее тоже там блок на полмиллиона, может, она какие-то разоблачающие ролики такие делает, что россияне, увидев это, просто спать по ночам перестают и прям вот так вот, прям миллионами выходят на улицу и требуют смен режима. Ну, антигосударственная деятельность, уж понимаете, это очень серьезно. А оказалось, девушку Петра Баталова прессуют просто потому, что она девушка Петра Баталова, представляете? Ну, путинский режим, что тут скажешь? Я вот подумал, правда, а, например, соседи Петра Баталова не прессуют или, ну, может быть, бывших одноклассников Петра Баталова? А вообще, я думаю, что оппозиционеры из других стран, ну, такие, знаете, более мелкие, там, типа Сенцова, например, которые там посидели много лет в российских тюрьмах, поголодали, на самом деле проливали кровь за свободу своих стран. Они сейчас, вот слушая вот это, они сидят и, вы знаете, в нервной дрожи кусают ногти до мяса. Потому что то, что творит путинский режим в отношении бесстрашных российских оппозиционеров, ребята, это не в какие ворота. Это уже перешло все границы человеческих пониманий о морали и нравственности. Девушек прессуют просто по факту того, что она девушка-оппозиционера. Компец. Я, кстати, в конце вам объясню, что я думаю, почему все время разговор возвращается так или иначе на несчастную девушку. Ну, вот это пуанты истории. Оппозиционного блогера наказывают жестоко, жесточайшим образом тем, что лишают его, значит, денег на карте. Кстати, у меня в связи с этим небольшое опять отступление, я вот одного никак не могу понять. Вот, допустим, я не оппозиционный блогер, я всегда поправляю тех, кто пытается меня вписать в оппозиционный блогер. Я всегда говорю, ребята, у меня просветительский канал, я оппозиционной деятельностью не занимаюсь. Я занимаюсь просвещением, я всю свою жизнь занимаюсь просвещением. Я освещаю какие-то темы, я призываю людей задуматься, обсудить все это в комментариях, пообщаться между собой. Вот чем занимается мой канал. Кроме прочего, я всегда делаю акцент на том, что никакой оппозиции в России нет, потому что в России мы не видим борьбу за власть. И тем не менее, меня, не оппозиционного блогера, YouTube беспрерывно прессует. Вот сейчас 11 месяцев с момента, как мой блог не финансируется вообще никак. И мне интересно было бы посмотреть хоть на кого-нибудь из этих, так сказать, оппозиционных в кавычках блогерах, кто бы 11 месяцев работал вообще бесплатно здесь на этом ресурсе. Я сомневаюсь, что есть такие. Но тем не менее, я подозреваю, что YouTube считает мой контент просто, ну, наверное, радикальным. Радикальнее не найдешь. Те, кто постоянно присутствуют на моем канале, они поражаются. У меня нет матерных выражений. Я не затрагиваю какие-то скользкие темы. Я не антисемит, я не расист. Я не говорю там об исчезновении детей, о чем не любит говорить YouTube. И тем не менее, каждый мой ролик подвергается жесточайшей цензуре. Мне не позволено делать ничего. Хотя бы 2-3 раза в месяц ролики мои просто убираются сразу при выходе, как это было с роликом о песне Рамштайн буквально недавно и так далее. То есть, это стена, которую построил YouTube вокруг моего канала. И они ждут, когда я благополучно все это дело закрою. Теперь возьмем настоящих оппозиционных деятелей. Но самый яркий пример, конечно, Петр Баталов. У него миллионные просмотры, у него два замечательно действующих канала. Все монетизируются, понимаете? Зарабатывает парень хорошо. Почему YouTube, который прогнулся полностью под путинский режим, конкретно вот к Петру Баталову никаких претензий не имеет? Не имел и полгода тому назад, и год тому назад. Ну, а теперь к самой истории, к этому сценарию, который написан очень плохо. И, конечно, хотелось бы посоветовать Пете в следующий раз больше времени уделить своему сценарию, потому что не впечатляет. Не впечатляет меня конкретно, не впечатляет не только меня. В конце вы увидите женщину-бабушку, которая так и называется, бабушка YouTube. Вот даже бабушку это не впечатлило. То есть, как говорят там, даже тапочки мои Петя не смог рассмешить. Он, по всей видимости, я полагаю, он никогда не сталкивался с судебными тяжбами. Поэтому он делает очень грубые ошибки. То, что вот он нам рассказывает, блокировка счетов и так далее, эти процессы происходят ровно в противоположном направлении. То есть, блокировка карт и счетов, она всегда в конце истории, а не в начале истории. Вот то, о чем он, видимо, не подозревает. Он нам хочет сказать, что вот проснувшись неожиданно в один прекрасный день, он вдруг обнаруживает, что счета его закрыты. Ну, так не бывает, Петя. Понимаешь, даже в такой стране, как Россия, так не бывает. А как бывает на самом деле, если меня сейчас слушают молодые, которые еще с этим не сталкивались, я вам объясню. Если у государства есть какие-то материальные претензии к вам, то они сначала выставляют вам счет, то есть, они объявляют вам, в чем ваша проблема. Какова сумма долга, например, по коммунальным услугам. Или если вы вселитесь в квартиру, там какие-то деньги. Да, такое тоже бывает, кстати, и здесь такое бывает. Можно действительно купить дом или квартиру, на котором висят долги, и вы можете получить об этом предупреждение. Но, как бы то ни было, у каждого человека есть право отстаивать свои интересы. И если возникают какие-то материальные претензии, то включаются адвокаты, которые начинают длительную юридическую тяжбу. Почему это называется тяжбой? Потому что процесс этот длится очень долго. Я не знаю, как в России, но, например, в Германии юридическая тяжба может затянуться и на год, и более. И дальше происходит ситуация, когда адвокаты с обоих сторон обмениваются письмами, выясняют аргументы, контраргументы, рассматривают предложения. И вот если в результате вот этой длительной тяжбы не приходит никакому решению, тогда дело передается в суд. И только по решению суда, повторяю еще раз, даже в такой стране, как Россия, только по решению суда на счета человека, на его карты или на его сбережения может быть наложен арест. Петя Баталов в своей истории, в своем плохо написанном сценарии сделал очень большую ошибку. Он показывает скрин в надежде на то, что люди не любят читать то, что стоит в самом низу, ну или то, что написано мелким шрифтом. А я люблю усматриваться в детали. Итак, здесь на этом скрине четко стоит причина взыскания, в самом низу прошу обратить внимание, решение судебного органа. Другими словами, вот эти суммы, которые он вам показывает, с него взыскали уже в результате решения судебного органа. То есть он показывает вам лишь последний акт этой своей драмы, скорее всего, связанной с его личными долгами, неуплатами коммунальных услуг. А то, что он был, конечно же, в курсе о том, что уже состоялся суд, об этом он, конечно, не говорит. Поэтому Петю Баталова поймать достаточно легко. Он должен не писюльку вот эту показывать, от которого у него якобы кровь застыла в жилах, а должен показать просто решение суда. В дополнение к моим словам могу привести комментарий одного из своих подписчиков. Друзья, вы, наверное, уже видели обращение Петра Баталова, ссылочка в описании, который, обладая даром настоящего актера, вызвал немало сострадательных эмоций. Однако он не учел простых логических и юридических действий, о которых знает даже продвинутый школьник. Так в чем он выдал себя? Есть установленные законом формы списания денег и блокировки банковских карт. Решение об этом могут принимать специалисты из Росфинмониторинга и коммерческих банков, согласно 115 ФЗ, или судебные приставы. Поскольку Петр Баталов поясняет, что задолженность у него возникла по имущественной претензии, это могли сделать только судебные приставы. Чуть позже мы убедимся на реальном примере, почему судебные приставы не могли блокировать его карту. А сейчас я предлагаю поразмышлять над темой логического построения и его обращения к сообществу Ютуба. К слову, сказать Ютуб – это не что иное, как сообщество видеоблогеров. Поэтому мы не только имеем право следить за порочащим сообществом контентом, мы обязаны выводить на чистую воду вот таких авторов, желающих нажиться на обмане. Именно поэтому, имея возмущение от циничной наглости и обмана, я впервые записал это видеомнение. Вернемся к Петру Баталову. На кассе я обнаружил, что у меня больше нет такой возможности, поскольку моя карта была заблокирована, мой счет был заблокирован, я попросил девушку оплатить за меня, но она тоже не смогла этого сделать, поскольку ее карта тоже была заблокирована. Если у тебя, Петр, не происходит платеж по карте, откуда ты узнал, что эта карта именно заблокирована, а не размагнитилась или, например, не работал пост-терминал на точке платежа? Понять вообще, что происходит, мне вот начали рассказывать, что какой-то мифический прошлый владелец не платил, это вот все вылезло сейчас, внезапно оказалось, что в какие-то волосатые года кто-то не платил, не я, а кто-то там, какая-то женщина, бывшая, прибывшая владельца квартиры, и теперь я должен все это оплачивать. Кто тебе рассказал эту историю, что какая-то женщина, бывшая хозяйка квартиры, не платила по коммунальным платежам и должник теперь ты? Это когда ты успел сделать это телефонное расследование в период пандемии, когда большая часть людей сидит дома? А ты сам-то знаешь человека, у кого ты квартиру покупал? Почему эта женщина какая-то там? Странно. А если это какая-то там женщина, давно имеет долг по коммунальным платежам, то знаешь ли ты, что есть исковой срок давности, составляющий 3 года? И известно ли тебе, что суд даже не начнет процесс, если просрочен срок исковой давности? Мне нарисовали долг в 256 тысяч рублей. Ну и главный вопрос. Если все же тебе вменили иск, когда был суд, или ты хочешь сказать, что именно в отношении одного тебя поменялась вся система взысканий в России? И это было сделано без суда? Я задал те немногие вопросы, которые косвенно опровергают твой рассказ, так как твоя интерпретация, происшедшего с тобой, опровергает саму систему взыскания долга. А уж это, поверь, работает в России четко. Это, собственно говоря, все, что можно сказать по этому поводу. Поэтому не переживайте очень сильно за жизнь Пети Баталова. Ничто его жизни не угрожает. Да, кстати, тем, кто сейчас активно начнет меня критиковать в комментариях, даже этим своим роликом я, по всей видимости, продлеваю жизнь Петру Баталову. Ну, потому что вот в конце ролика у него такая замечательная надпись стоит. Друзья. Это тот самый случай, когда обычный репост видео может спасти мою жизнь. Мне хотелось бы, конечно, спросить Петю, каким образом какое-то видео может спасти его жизнь. Видимо, у не очень хорошего актера Петра Баталова есть свои представления об опасностях в этой жизни. Увидев записку из двух слов, он в панике схватал вещи, бежал в неизвестном направлении, потом всю ночь не спал от того, что ему на дверь что-то там налепили. Бывшие революционеры России, прошедшие каторгу и пытки, услышав такое, наверное, попадали бы со стульев. Но, с другой стороны, я понимаю, например, для российской девушки обнаружить вдруг, что они не могут расплатиться картой, и им придется расплачиваться наличкой, и, по всей видимости, налички хватило только на бензин, а на чипсики уже никак, тогда я понимаю, что для российских ребят это, конечно, серьезнейший удар. Да, кстати, при чем тут девушка, хотел я вам в конце рассказать. Ну и потом некоторые говорят, дескать, мотива у Петра Баталова не просматривается, в отличие от Вадима Харченко. Тот-то сразу денег запросил, а этот вроде бы принципиальный такой. Донаты не нужны, дескать. Ничего не надо. Просто спасите, говорит, мою жизнь. Ну, я думаю, что девушка – это как раз основной мотив всей этой истории. Я объясню, почему я так думаю. Когда я слушал все эти душевные изливания, я подумал, почему он все время говорит про девушку. Он говорит, что девушкина карта тоже пострадала. Он говорит о том, что именно девушка получает угрозы на ее телефон. Вы обратили внимание, да? И тут я вспомнил одну историю, которая случилась со мной уже вот в бытность мою на YouTube. Один молодой человек писал мне где-то год тому назад. Он говорил о том, что он занимается политической деятельностью, что на него собираются завести уголовное дело. У него очень хороший, увесистый политический кейс. И он решил эмигрировать в Соединенные Штаты. Активно изучает английский язык. Но вопрос у него такой был. Про себя, сказал он, я уверен, мне должны дать политическое убежище. У меня есть все доказательства. Но дело в том, что у меня тут девушка, понимаете, любимая, не могу оставить. Ну, не могу же я вот уехать сейчас из страны, потом получу убежище. 8-10 лет, я не имею права возвращаться. А там любовь остается. Что же делать? Нельзя бы сделать как-нибудь так, чтобы девушка пошла со мной прицепом. Спрашивал он меня. Ну, на что я ему сразу ответил, как обещаю всем в таких случаях. Раз уж такая ситуация, то вам нужно как можно быстрее идти в ЗАГС, оформлять ваши отношения. Если девушка будет вашей законной женой и вам предоставит политическое убежище, то она, естественно, автоматически тоже его получит. Потому что ни в одной стране мира нет закона, по которому бы разлучали семьи. Нет, ответил он мне, жениться мы пока не готовы, она за меня замуж выходить пока не собирается. Нет, вот нельзя бы как-нибудь девушку вместе со мной. Ну, тогда я сказал ему, извините, вас, возможно, и преследуют. Возможно, вашей жизни угрожает опасность, но это не обозначает автоматически, что и жизни вашей девушки угрожает опасность. Вам придется либо сделать еще один политический кейс и доказать службам по иностранным делам, что девушка тоже занималась политической деятельностью, ее тоже преследуют, или тогда, извините, вас оставят, а девушку вернут домой. Ну, история-то закончилась и печально, и не печально одновременно. Где-то через год он мне написал, что с девушкой покончено, они расстались. Вот так бывает. Сначала думают, что девушка – любовь на всю жизнь, а потом знать друг друга не знают. Теперь он лишь жалеет о потерянном времени и приложит все усилия для того, чтобы все-таки эмигрировать. Ну, а тут случился коронавирус, границы закрылись, и непонятно, осуществится ли его мечта. Так вот, продвинутые зрители, наверное, уже поняли, к чему я клоню. Я полагаю, что Петр Баталов, человек неглупый, понимает, что коронавирус не навсегда, через пару месяцев границы откроются. В России все, по всей видимости, вот-вот накроется медным тазом. Самое время пришло уезжать из страны с концами. Ну, а тут, видимо, у Пети, как и у того моего визави, девушка случилась. Девушку, да как оставить в ужасной стране? Ей желательно тоже создать какой-то алиби, дескать, страдала бедняжка, потому что была девушка и оппозиционера. Вот это постоянное упоминание о том, что девушки угрожают с какого-то непонятного перепугу, что карта девушки страдает. Опять же, юридически это совершенно невозможно. Если у него есть долги, то ее накопление никаким боком не относится к Петру Баталову, но нам пытается эту шнягу скормить. Вот я думаю, для того, чтобы в случае чего рассказать, что девушка такая же мученица, борец за свободу и справедливость в России. Я так полагаю. Ну, а второй дивиденд, который в любом случае может вынести Петр Баталов из этой истории, то, о чем я говорил в середине ролика. У Петра Баталова отличный заработок на YouTube. Он прекрасно зарабатывает на рекламе на своем канале. Реклама у него дорогая. Ну, может быть, интерес к его каналу несколько поубавился. Правила сейчас у YouTube ужесточились. Видимо, что-то с финансами стало не совсем привычно, как было все эти годы для Петра Баталова. И не мешает создать лишний повод для того, чтобы привлечь интерес к своему каналу. А там глядишь и просмотры, а там глядишь и больше рекламы, соответственно, больше заработка. Это простой мотив, который находится на поверхности. Ну, а если еще и в течение следующих дней мы увидим второе видео с обращением, как мы уже привыкли, помогите, пожалуйста, то тем более все становится предельно банально. В конце еще несколько слов той самой бабушки. Той самой бабушки, которая тоже в это не поверила. Вот так, извини, Петя, но даже бабушки некоторые не купились. Хотя отдельные дяденьки, ну, демонстрирующие редкую глупость в таком случае, просто как попугаи, повторяя друг за другом, сегодня Баталов, а завтра на его месте можешь быть ты. Я сомневаюсь в этом. Петру Баталову я не верю. Ничто не угрожает его жизни. Если бы угрожало, то мы знаем, как расправляются в путинской России со своими настоящими врагами. Без предупреждений, жестоко, быстро и без всяких прощальных видео. На этом все. Пока. Я, готовясь вот к этой передаче, просмотрела несколько наиболее популярных роликов Петра Баталова. Ну, что скажу. Талантливый, остроумный молодой человек. Хороший актер. Под его ролики можно отдохнуть, пивка попить. Но ничего такого, из-за чего система начала бы гнобить Петра Баталова, я не нашла. Может, ошибаюсь. Я к тому, что с теми блогерами, которые реально мешают, поступают проще. Блогер из Владивостока, Никита Забаснов, достал местных чиновников. Его сгребли и на месяц отправили в психушку. Только на днях выпустили. Теперь, вероятно, будет себя вести осторожнее. А не будет осторожным, а отправят в психушку на более длительный срок. Популярный чеченский блогер Алексей Закружный, Леха Кочегар, достал местную власть. Ему доступ к каналу закрыли, обезоружили Леху. Я не успела бы в последний момент, спасибо, что предупредили, улизнуть из России тоже, провела бы положенный срок в психушке и сидела бы сегодня у себя дома на кухне, пузыри и слюни пускала. Никому не опасно. Вот так поступают с оппозиционными-то блогерами. Не церемонятся. Я очень бы хотела ошибиться, но за три года, которые нахожусь на Ютубе, я достаточно насмотрелась пиар-акций, которые затевают блогеры, чтобы раскрутить свои каналы и подзаработать. Думаю, многие помнят пример Вадима Харченко, канал «Личное мнение», на которого летом прошлого года якобы напали на пустыре, якобы в него стреляли, он сопротивлялся, израненный отступал и вызвал тем самым бурное сочувствие интернет-сообщества. Подписчики-фанаты оказали пострадавшему нехилую материальную помощь, и при этом канал его бешено раскрутился. На нем сейчас 262 тысячи подписчиков, полумиллионные просмотры. И хотя хитрость и обман краснодарского блогера Харченко быстро раскусили, заклеймили его, опозорили на весь Ютуб, но ведь в тот самый момент, когда клеймили и позорили, создавали как раз ему популярность. Так что Вадим Харченко, мне кажется, вполне доволен проведенной им пиар-акцией и может с тем же успехом осуществлять другие. Наглость в наше время – это второе счастье, а иногда она заменяет все прочие качества. И вот успех краснодарского блогера Харченко вполне мог вдохновить Петра Баталова на повторение подвига. Сейчас вокруг имени Баталова будут крутиться обсуждения, и канал попрет вверх. Вот даже я сейчас, выпуская этот ролик, вне зависимости от того, права я, неправа я, за Баталова, против Баталова, а я ведь тоже создаю ему популярность, пиарю его. А случай с Петром Баталовым слишком попахивает с конспирологией, и даже его собственные подписчики в это не поверили. Скептицизма в комментариях очень много. Извините, если я ошибаюсь. Ваша бабушка Свет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!